Депутаты Джукурку Кенеша поддержали законопроект о вынесении проекта Конституции на референдум. Нардепы на вчерашнем заседании приняли его сразу во втором и третьем чтениях. За проголосовали 94 депутата, против – 6. Если документ будет подписан президентом, то референдум может состояться в один день с выборами в местные Кенеша 11 апреля. По мнению отдельных экспертов, новый проект Конституции имеет много позитивных моментов. Например, плюсом является то, что президент будет главой исполнительной власти. Также появится народный Курултай. Это станет своего рода новшеством в основном законе страны. Мы восстановили полный, восстановили Конституционный суд. Раньше была в 2010 году упразднена со стороны Временного правительства. Это стала Конституционная палата Библии Верховного суда. Теперь уже Конституционный суд полностью восстановили. И это мы исполнили требования Венецианской комиссии в Италии. По новому проекту Конституции будет восстановлен ранее упраздненный госсекретарь. Как заверяют специалисты, этого требует народ. За конституционную реформу проголосовали 80% избирателей. По их мнению, парламентская форма правления показала свою абсолютную несостоятельность, потому что привела к хаосу, беспорядкам и нестабильности в обществе. Парламентская форма правления, которая существовала около 10 лет, она показала свою полную несостоятельность. Ну вот сейчас президентская форма правления. Народ устал от хаоса, беспорядка. Народ требует такой сильной политической воли, чтобы именно вытянуть, поднять экономику, решить вот эти социальные проблемы, которые накопились за эти 10 лет. Однако мы решили спросить у простых граждан, так ли была необходима конституционная реформа и как граждане относятся к тому, что в стране изменится форма правления. Я вообще вне политики. Я не слежу за этим. Конституцию не надо трогать. Старая конституция, она работает хорошо. Надо прочитать, посмотреть, подумать, а потом решать. Как сейчас можно сразу ответить, стоит или не стоит менять конституцию? Мне кажется, особой необходимости не было, потому что в любом случае у нас конституция есть, но законы все равно не действуют. Народ не желает новой конституции и референдум не хочет. Надо ознакомиться с вопросами. Это так с кондачка не решается. Некоторые политические эксперты говорят, что ранее принятая в 2010 году конституция была принята в попыхах временным правительством, так как в это время происходили Ожские события и народ готов был голосовать за что угодно, лишь бы восстановить стабильность и мир. И в то время были люди, которые выступали против, но никто их слушать не стал. Пришедшая власть, она пыталась не выходить за рамки правового поля. Она вот эти возможности, вот этого легитимного парламента, которого по-разному обзывают, но тем не менее они какую-то степень легитимности имеют. Все в рамках действующей конституции было сделано. Эксперты отмечают, что Конституция 1993 года также прописывала президентскую форму правления, и даже тогда она была достаточно компромиссна. Там также президент был председателем правительства при наличии премьер-министра. Примерно такая же система прописана в новом проекте основного закона. К тому же знатоки отмечают, что ни в одной Конституции не прописывается норма действий постреволюционной или революционной смены власти.